МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-2, распочинная программа Репортер телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнаценко, доброй ранецы. На протягу пяти годов для середних школ распрацуют новые подручники. С этого года в научных установах будут одновлены профильные классы. А в ближайший час меркуется распрацовать меры по повышению престижа средней специальной адукации. А после этого шла разговора в час встречи наместника премьер-министра Беларуси Натальи Качановой с педагогами Гомельской области. И кеперутворение ждет айчинную систему адукации, ведая Олег Синцеров. Система адукации в Беларуси за все-таки надавалась великая увага, но все-таки она увеличилась в разы. Ситуацию у Галине анализовали одразу три республиканские комиссии. Зараз ритуется она рада с уделом кероника державы. Разом с тем во Ураде Перекананы перед принятием важных расшений необходимо еще раз справиться с практиками. Спектр пытаний вельми широкий. От замысывания на одном месте молодых специалистов-наставников до подтримания в належном стане материально-техничной базы. Сегодня у школах Гомельской области не шматлюдно. Дети сейчас находятся на каникулах, а дорослые, которые уже вернулись за отпочинку, завершаются опошенные работы по подрихтовке установ до нового научного года. Прас два тыдня школы повинны быть знову готовыми до занятков. Особливая увага по часу встречи вице-премьера с наставниками «Якость занятков». Сегодня выкладчики повинны рихтовать такую колькость часто никому не потребных справоздач, что часу на подрихтовку до уроков не так уже и шмат. Есть нарекания на якость подручников с вельми складанным для засвоения материалом, бо ураде проблему разумеют и обещают вырошить на протягу пяти годов. К первому сентября будут переработаны программы первого, пятого и десятых классов, а в течение пяти лет будут разработаны новые учебники, которые будут понятны и доступны как для учащихся средних школ, так и для их родителей. А про это с этого года вырошены одновить профильные классы. За аргументами наставников спрощаться тяжко. Немогчимо на одном уроку займаться с одорванными учнями по глибленной программе, с усими остатними по звичайной. Те учащиеся, которые хотят получить знания, они должны учиться в профильных классах, получат подготовку соответствующую и смогут поступать, легче будет поступать в высшее учебное заведение. Другие учащиеся, те, которые в профильных классах не учаются, могут продолжить свое образование в лицеях. У ученей, которые не тратят в профильные классы, застанется максимальность выбора протягнуть в учебу в обычных классах, в школе, типа дать документы в профессиональные технические установки. Статус, о которых, до речи, плануется повысить. Вице-премьер Наталья Качанова-Пираканана назирается явный перокос в бок рекламы высшейшей эдукации. По-перше, сегодня в краине потребны рабочие высокие квалификации. По-друге, шлях УВНУ в любом выпадке никому не закрыт. Были бы сдольности и жадания. Если сегодня не совсем дается учеба, почему ребенку не пойти получить и среднее образование, и еще специальность, чтобы дальше реализовывать себя? Захотел ребенок учиться? Пожалуйста. Нет, значит, у него есть уже профессия, по которой он может идти работать. Другой вопрос, что профессиональные технические учреждения должны работать над тем, чтобы выпускать действительно квалифицированных специалистов. В Гомельском районе отбылся специализованный семинар «День поля». В этом году он присвеченный огородництву, а тому проходил на базе одного заведущих в Украине предприемство Галины, и кем заявляется Ксуп Брылева. Под обязанностью в наступном сюжете. В Доме культуры поселка Мичуринске собрались представники аграрных предприемств, работники инспекции по рослинаводстве, специалисты института огородництва. Мета-семинара – обмен практичным опытом, отрывание информации об новых технологиях. Организаторы заполнивают, прогресс у сельской господарцы не стоит на месте. Опыт работы лучших хозяйств республики доказывает то, что можно получать достойный качественный урожай и достойную качественную продукцию ничем не хуже, нежели в Западной Европе. Одна из таких господарок – Ксуп Брылева, якая на протягу широго года займает первое место в Украине. Урожай огородненных культур тут не ниже за 680-700 центнеров с гектара. Про то, как досягается таки выник, у дельникам семинара расповедали на полевых плантациях. У мест, где сегодня город шел промым и переносным сенси. Капсу предстоять засухи у Брылева за ценой не постояли. За мяжи были привезены поливальные установки. В настоящий период времени у нас работают два фрегата. Один фрегат работал, а потом второй запустили недавно. Но до этого лет 7 или 8 тому назад мы приобрели перебежные установки поливные. Конечно, это дело довольно хлопотное, накладное, дорогое. Работали круглосуточно, день и ночь. С пякота и засуха – головная проблема огородненства в этом годе. Грунтовые воды сошли с глебы на глубину до 2-2,5 метров. У той же час ночи для рослин выдаются досыть холодными. Однако, не глядяши на все это, специалисты запылнивают. Паниковать не варто. Городнены хопят для себя и не только. Овощи у нас будут. В прошлом году мы собрали 72 тысячи. Я надеюсь, рассчитываю, что мы это количество получим и в этом году. Это 2,5-3 потребности нашей области. То есть хватит на вывоз за пределы нашей области в рамках республики. Ну и в дальние зарубежья тоже немаленькие объемы есть возможность поставлять. Руслан Пролясковский, Олеся Рудзянкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гумель». С пякота нелепшим чином отбивается на самочувание же хороу региона. Особливо тяжко приходится тем, кто вымушен и працевать под пякучим солнцем, как, например, в дельнике Жнева. Гумельская областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа» и Дзержалта инспекция вырошили подтримать аграру в этот нелегкий период и выехали в поле с акцией «Чистая водица» за все, где спотребится. Акция прошла у агрогородка «Чаратянка» Гумельского района на полях агропромыслового предприемства «Знамя Радимы». В ее ходе всем комбайнерам, які удельничают в уборочной кампании, раздавали воду и витамины. По ожидании самих работников можно было вымирать артериальный тиск. До речи, большинство комбайнеров уже привыкло працевать у таких климатичных умовах, и правила безопасности ведают не горш, что медиков. Если вдруг в машине стало плохо? Плохо, остановимся, попить водички и погодить к воду. То есть, знаете, что главное, свое здоровье нужно беречь и как можно чаще спасаться от солнечных прямых лучей. Мы приехали вас поддержать, привезли вам водичку, вот вам витаминчики для поддержания здоровья и питьевая вода, чтобы всегда она была с вами. Акция накирована на профилактику травматизма подчас уборочной кампании, а так само захование безпеки житодейности при высоких температурах. Ранее такие акции проводили у центра Гомеля. В этом году вы решили подбодеруть у дельника Ужнева. Среди которых, до речи, есть два комбайнера и тысячники. Особливую увагу инспекторы ДАИ надали и водителям, которые заденечены в уборочной кампании. Их рекомендации спотребятся и простым автомателям. Госавтоинспекция хочет обратиться ко всем автолюбителям с просьбой быть в такой аномальную шару предельно осторожным, внимательным, не совершать необдуманные действия на дорогах, так как это может повлечь неуправляемость транспортного средства, соблюдать скоростной режим, а также боковой интервал движения, не совершать опасные маневры, обгоны. Как говорят синоптики, спекота в регионе затримается еще не меньше, как на неделю. Самое главное, означают специалисты, у такой надворья пить больше воды, носить головный убор, по мягчимости принимать холодный душ и выключить с рациона в острую ежу. Вера Котляр, Александр Александрунец, телерадиокомпания «Гомель». Забарона на наведывание лесов зараздейничает на территории Гомельской области. По опошних даденных во всех лесных господарках региона усталевался четвертый класс пожарной небеспеки. При этом в ближайшие дни прогнозуется усмотнение спекоты. На большей части территории с 7-го и 8-го жнеуне поветро прогреется до 35-36 градусов, что отповедает червоному зроню небеспеки. На этот период работники лесных предприемств в области переходят на усмотненный вариант дежурства и патрулявания. У картины галереи Гаврила Вашченки открылся оригинальный выставочный проект архитектурные макеты «Учера, сенья, завтра». В экспозиции представлено несколько десятков миниатюрных объектов нашего исторического минулого, а также коттеджев, сучасных и будущих. Все экспонаты выполнены из натуральных природных материалов – хвои, дуба, граба и разных других пород древ. Вероника Ворошилина оценила при гажосте вытенчанность этих оригинальных архитектурных мини-збудований. Выстава архитектурных макетов Антона Базиленки – своя особливая творчая справоздача за последние четыре годы его деятельности. И он – педагог Гомельского городского центра додатковой эдукации детей и молодых, которые ведут объединение по интересам, стендовое моделирование и архитектурное макетование. Дорогие, по эдукации Антон Базиленко – историк и ранее працевал по профессии у одной из гомельских школ. В эту деятельность и захватил его до творчества. Первые макеты автора использовались как научный допоможник для ученых на уроках истории. С часом хобби переросло у куда больше значных в его жизни заняток. Попытались представить особенности жизни крестьян. Это усадьба Мельника, это просто крестьянские усадьбы. Имеются макеты, которые отражают историческое прошлое. Попытка реставрации Гомельского замка 15-16 века. Феодальные усадьбы Великого княжества Литовского. Ну а также определенные образцы новых домов, коттеджей. Головное и самое складанное в архитектурном макетовании, как означает автор, это уседливость и терпение. Часом над объектом доводится сядеть по 6-8 годин, не отрывающийся. На створение одного такого макета в среднем майстру потребуется от трех месяцев працы. Все зависит от складанности деталей у тем лику тех, которые рухаются, а так само полету фантазии. Антон Базеленко признается, ни один его эскиз еще не был в особленную житю у стопроцентной отповедности с першопожатковой задумкой. Бытиковые идеи завседы приходят и подчас творчиха процессу. Треба отзначить, створение этих миниатюрных сбудований, а життя является выключено с натуральных природных материалов. Мы ничего практически стараемся не закупать, не приобретать. Это вторая жизнь вещей. То есть мы находим рейки, планочки, распускаем их. Ну, а в основном материал это сосна. Ну, или просим знакомых, которые работают на лесопилках. Вот именно из отходов это дуб. Ну, и иногда нам перепадают ящики из магазинов. Там мы можем встретить уже граб, бук. Зараз у объединений по интересах, яким керует Антон Базиленко, займается больше за полсотни ребят. И они хоть не примали правый удел у створений представленных на выставе макетов, однако поддерживали своего творчего наставника морально. То, что дети с великим задовольнением наведывают занятки и мкнутся переймать умения и навыки майстра, отзначают и его коллеги. Причем конструировать любой замок, нужно знать элементы черчения, знать элементы пространственной композиции. Очень нужно знать сочетание цветовой гаммы, чтобы эта область как-то смотрелась. И вот это все чувство нужно умело и тактично передать нашим деткам, с которым мы занимаемся. У Антона получается очень хорошо. Он все детям поясняет, объясняет, дети с удовольствием слушают. Меж тем, выхованцы Антона Базиленки так само не отстают от своего талиновитого педагога. И они примают активное дело в конкурсах и могут уже зараз похвалиться добрыми выниками. До того же у них есть любовь до працы, а так само жадание и мкнение до саморазвития. А это, на думку майстра, бадай головные умовы для поспеховой реализации творческого потенциалу. Вероника Ворошилина, Валерия Панько, телерадио «Компания Гомель». Новины региона, информацию об проектах телерадио «Компании Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернету по адресу www.tvrgomel.by И на этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова